Blizzard собирается устроить хардкор. Во время мероприятия Hardcore All-Stars студия сообщила, что добавит в World of Warcraft Classic специальные серверы, на которых лучше не умирать. Любая смерть, включая поражение во время специальной новой дуэли, приведёт к завершению игры. Можно продолжать бродить по миру в виде призрака, однако вернуться к жизни не получится. Тестовые хардкорные серверы появятся в ближайшие несколько недель. Дата их полноценного запуска пока не объявлена. Всем привет, это GSTV. Сегодня понедельник, 15 мая 2023 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Activision в этом году выпустит новую часть Call of Duty. Раньше были предположения, что компания заполнит осеннее окно крупным аддоном для Modern Warfare 2, но последний релиз оказался с финансовой точки зрения самым успешным за всю историю франшизы. А значит, замена полноценного проекта всего лишь дополнением — по сути упущенная прибыль. Инсайдер Том Хендерсон выяснил, что грядущей осенью Activision выпустит не просто новую Call of Duty, а непосредственно Modern Warfare 3. За неё ответственна студия Sledgehammer Games. Предыдущей игрой занималась Infinity Ward. Если верить Хендерсону, релиз состоится 10 ноября. Новинка будет включать в себя одиночную кампанию, мультиплеер и зомби-режим, который источники описывают как Outbreak 2.0. В Activision ещё не решили, сделать ли этот режим бесплатным или предоставить к нему доступ только тем, кто купит игру. Лас Альмас из Modern Warfare 2 станет полноценной картой для королевской битвы в Warzone после запуска третьей части. По информации источника Хендерсона, её добавят на серверы с запуском первого сезона, намеченного на 5 декабря. Первый бета-тест Modern Warfare 3 ожидается 6 октября. Вместе с игровой площадкой Keys for Gamers мы разыгрываем три стим-ключа в Last of Us Part 1. Что нужно для участия? Первое — совершить любую покупку у продавца в фоу-гейм без разницы какой стоимости. Второе — если вас всё устроило, оставить позитивный отзыв на сервисе Trustpilot с номером заказа и указать ссылку на этот отзыв в нашей группе Telegram, чтобы мы смогли вам доставить подарок в случае победы. Убедитесь, что на Trustpilot ваш аккаунт прошёл модерацию и ваш отзыв опубликован. Победители будут определены случайным образом через неделю. Ключи работают без каких-либо ограничений для пользователей из РФ и СНГ. Обратите внимание, что у фоу-гейм можно приобрести по хорошей цене любые нашумевшие игры. Или просто пополнить баланс в Стиме и других сервисах. Промокод GSTV даст вам скидку в 20% на всё. Ссылки в описании. Пока Activision гребёт деньги с продаж Call of Duty, Electronic Arts барахтается с зашедшей в тупик Battlefield. В вышедшей в 2021 и ужасно стартовавшей Battlefield 2042 удивительным образом сошлись все недостатки, которыми стали страдать крупные современные видеоигры — плохая оптимизация, скучный игровой процесс, напичканный самоповторами и совершенно ненужные эксперименты разработчиков. Релиз оказался провальным, и Electronic Arts теперь надо хорошенько подумать, в каком направлении двигать всё ещё перспективную серию. При этом игроки, которым не безразлична судьба франшизы, откровенно поливают грязью студию DICE вместе с командами Ripple Effect и Ridgeline Games, каждая из которых участвовала в работе над Battlefield 2042. Аудитория не жалеет никаких обидных аппетитов и прямых оскорблений. Гордость сотрудников при этом страдает, и на выходных разработчики опубликовали обращение, в котором попросили геймеров «сбавить» обороты харассмента авторов игры, заявив, что подобному поведению не место в сообществе Battlefield. Почему в сообществе Battlefield место разработчикам которых у этого самого сообщества возникает желание оскорблять самыми обидными выражениями, DICE при этом уточнять не стало? Как справедливо отмечают некоторые комментаторы под вышеуказанным постом в Twitter, лучший способ привлечь внимание разработчика к проблеме — перестать покупать игру, а в случае покупки перестать генерировать ей онлайн. Проще говоря, не играть в неё. Первый вариант, конечно, более предпочтителен, однако принципиальности в современных геймерах последнее время не наблюдается, поэтому имеем, что имеем. Если брать Steam, то онлайн у Battlefield 2042 вполне себе сносный — каждый день на пике в шутер играет около 8 тысяч человек, а есть ещё и другие платформы. Организация Women in Games — цель которой привлекать больше женщин в индустрию и защищать их интересы — совместно с Epic Games и косметическим брендом DAW запустила кампанию по улучшению разнообразия женских персонажей. Авторы выступают против излишнесексуального изображения девушек в видеоиграх. На YouTube вышло видео с демонстрацией, как уточняется, настоящей героини женского пола. Идеей для запуска кампании послужило исследование DAW, согласно которому 60% девочек и 62% женщин считают, что их образы искажают, а из-за слишком идеальных героинь их самооценка падает. При этом 74% женщин хотели бы, чтобы женских персонажей в видеоиграх становилось больше. По сюжету ролика, воительница в облегающих доспехах заканчивает сражение и отправляется отдыхать. Перед зеркалом она снимает костюм, который делает её тело более стройным, и смотрится в зеркало. Ей нравится её настоящее, более полное тело, поэтому она решает отказаться от прежней, сексуализированной брони. Ранее, кстати, сайтом Solitaire было подсчитано, что только в 6% популярных видеоигр главными персонажами являются девушки. Создатель средневековой стратегии Манерлордс Джегош Стычень рассказал о введении в игру нового события — засухи. Когда наступает засушливая погода, в Манерлордс увеличивается вероятность пожара и начинаются неурожаи. Кроме того, засухи визуально меняют игровой мир. Некоторые из их эффектов показаны на скриншотах, опубликованных автором. Во-первых, после начала засухи меняется цветовая гамма, в ней начинают преобладать песочные тона. Выглядит так, словно земля и в самом деле пересохла. Во-вторых, пересыхают игровые ручьи, от них остаются только каменистые русла. Экстремальные погодные события, считает Джегош, смогут вывести игроков из зоны комфорта. Им придётся заново приспосабливаться к поменявшимся условиям игры, чтобы обеспечить выживание своего поселения. У Манерлордс всё ещё нет даты выхода. Возможно, релиз в раннем доступе состоится в этом году. Microsoft приняла участие в выпуске портативного игрового ПК Rogue Ally от Asus, чтобы работа устройства под управлением полноценной Windows 11 была как можно более плавной. Но сотрудничество двух компаний на этом не ограничилось. В комплект поставки Rogue Ally, оказывается, будет входить доступ к трём месяцам подписки Xbox Game Pass Ultimate. Команда Xbox особенно выделяет то, что теперь пользоваться сервисом можно где угодно. Компания в своём блоге XboxWare буквально позиционирует Rogue Ally как портативный геймпасс. Судя по всему, Microsoft видит интерес в данном сегменте устройств, но выпускать собственную портативную версию Xbox пока не собирается. Ранее компания также участвовала в продвижении портативной консоли G-Cloud от Logitech, предназначенной для облачного гейминга через Xbox Cloud Gaming и другие стриминговые сервисы. Rogue Ally в версии с мощным чипом Ryzen Z1 Extreme выйдет уже 13 июня по цене 699 долларов в США и 800 евро в Европе. В третьем квартале этого года Asus также выпустит более доступную модель на базовом Ryzen Z1. Хотя Diablo 4 в России, как и все остальные продукты Activision, официально продаваться не будет, но русская локализация, включая озвучку, в свежем творении Blizzard всё же представлена. Это стало понятно благодаря стресс-тесту, который проводился с пятницы по воскресенье. Поскольку в этом билде была возможность всю озвучку слушать на русском языке, то совершенно точно то же самое будет на релизе. Многие наверняка сделают вывод, что это Blizzard старается не для россиян, а для граждан других стран СНГ, в которых русский язык является либо одним из государственных, либо представляет собой лингвофранка. Хотя этот вывод не лишён логики, но важно понимать, что продажи игр в СНГ статистически крайне незначительны в сравнении с российским рынком. И стараться исключительно ради них, такая умеющая считать деньги компания как Activision, явно не стала бы. Скорее всего, боссы издательства понимают, что многие российские геймеры приобретают игры окольными путями. Даже если они купят Diablo 4 через турецкие или аргентинские аккаунты, Activision свою копейку получит. Хакерша Empress, как и обещала, взломала ремейк Resident Evil 4. Игра уже вовсю гуляет на торрент-трекерах и радует всех поклонников пиратской продукции. Об окончании взлома девушка, которую некоторые недоброжелатели подозревают в том, что в реальности она — лысый сорокалетний мужик, сообщила в своём канале в Telegram. Изначально Empress спланировала обойти за счету до новой ещё в конце марта, однако не стала этого делать без донатов от подписчиков. О начале взлома было объявлено 6 мая. Всего на удаление защиты ушло чуть больше недели. Ragged Games и Playway сообщили о выходе на PC полной версии песочницы про бездомного BAM Simulator. В раннем доступе она дебютировала в августе 2021 года. В этом симуляторе бомжа герой таскает за собой тележку из магазина, строит жильё из картона, ставит химические эксперименты. Он не просто выживает, он намерен стать городской легендой. Релизная версия предлагает больше побочных заданий, предметов, достижений и концовку истории. Студия Futurlab похвасталась успехами симулятора-мойщика PowerWash Simulator. По словам разработчиков, с момента запуска в их детище сыграло уже свыше 7 миллионов человек. В сентябре прошлого года их было 3 миллиона. Это отличный результат для игры, от которой на этапе разработки отказались практически все издатели. Никто не понимал, в чём её смысл и зачем нужна такая механика, где нужно просто на расслабоне отмывать поверхности от грязи. Издатели хотели какой-нибудь разрушаемости, экшена, вызова, но команда отказалась идти им навстречу и верила в своё видение. Лишь после успеха в раннем доступе студия привлекла внимание Square Enix, которая помогла вывести проект на Xbox и выпустить в сервисе Game Pass. Сейчас PowerWash Simulator доступен на всех актуальных платформах. Nintendo выпустила новую часть The Legend of Zelda, и в Москве выстроились буквально очереди за дисками с игрой. Японская компания хоть официально и покинула российский рынок, но серым продажам совершенно не препятствует, поэтому игру свободно продают везде. Более того, Tiers of the Kingdom переведена на русский, так что для фанатов ничего не изменилось, разве что в цифровом магазине перестали приниматься российские карточки. В других странах старт тоже успешный — известно, что в Великобритании новинка стартовала лучше Hogwarts Legacy на 54%, а Hogwarts Legacy оставалась пока что самой продаваемой игрой 2023 года. Критики ожидаемо в восторге. На OpenCritic Tiers of the Kingdom получила 97 баллов и рейтинг одобрения в 100% по результатам 55 рецензий разных изданий. На Metacritic у неё тоже 97 баллов на основе 60 отзывов. Критики называют новый эксклюзив Switch важнейшим проектом за последние 10 лет, величайшей игрой в открытом мире и одной из самых уникальных и творческих новинок индустрии. Ряд авторов считает, что это вообще лучшая игра Nintendo на данный момент. Для людей, далёких от Switch, это всё может показаться неадекватной истерией, ведь Legend of Zelda Tears of the Kingdom выглядит так себе — устаревшая картинка, однообразные пустые локации, в сравнении с каким-нибудь Ведьмаком 3, у неё вроде бы нет шансов. Да ещё и новая игра очень сильно повторяет предыдущую — Breath of the Wild. Снова пропавшая Зельда и идущий по её стопам Link, лишившийся всех способностей и постепенно обретающий новые. Опять поиски союзников, которые окажут непосильную помощь в финальной схватке. И вновь ключевые сюжетные задания выполнены в виде огромных локаций лабиринтов, до которых непросто добраться и ещё сложнее активировать механизмы, открывающий проход к боссу. Более того, некоторые локации один в один те же, однако почему же так много людей в восторге от этого проекта? Прежде всего, из-за механик. У Линка есть две главные новые способности. Первая — фьюз — позволяет ему соединять оружие в руках с другим оружием или предметом, попавшимся под руку. Теперь даже самую обычную ветку, ломающуюся после пары ударов, можно превратить в грозное оружие. Если объединить её, например, с валуном, тогда вы получите самую настоящую кувалду, которая отличается не только солидным запасом прочности, но и мощным уроном, а также новым набором ударов. Подобным образом можно создавать самые необычные гибриды, и это реально увлекательно. Вторая способность — God Hand — и вовсе придает Tears of the Kingdom сходство с такими конструкторами, как Kerbal Space Program, потому что позволяет соединять и разъединять объекты игрового мира, создавая таким образом новые сооружения и транспортные средства. То есть игра позволяет проявить свою изобретательность и делает это ещё лучше, чем Breath of the Wild. К примеру, можно сконструировать воздушный шар и с помощью него забраться на вершину лагеря бакоблинов, минуя монстров. За счёт механики крафтинга оружия и возможности собирать транспортные средства, каждую задачу можно решить разными способами — и в этом вся прелесть. При этом Tears of the Kingdom в целом очень качественно и правильно сделано — тут грамотный левел-дизайн, эмоциональный сюжет, обширный разнообразный мир, и всё это вместе хорошо работает. Если бы Tears of the Kingdom вышла на условный Switch 2, которая была бы приближена по техническим характеристикам к консолям текущего поколения, у широкой аудитории вопросов к такой популярности не возникло бы. Нашей редакции картридж с игрой предоставила компания Ачивка, за что ей большое спасибо. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и в Телеграме. А на этом пока всё — играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.